во имя отца и сына и святого духа первая книга библии бытие то есть первая книга торы 21 глава 6 9 стихи и сказала сара смель сделал не бог то не услышит обо мне рассмеется и иска и сказала кто сказал бы аврааму сара будет кормить детей грудью ибо в старости я родила его и старости его я родила сына ведь я выросла и отнята от груди и авраам сделал большой пир в тот день когда исаак сын котнен был от груди и видела сара что сын ага региптянки которого она родила аврааму но смехается над ее сыном исааком слова смех у нас встречается реже чем мы смеемся и там нужно узнать это от бога или нет на первых порах а расточу тут весело смеялся нравится сходил там послушал какого-нибудь он там умеет смешить людей уж не будем назвать фамилии они именно на этом есть есть целая категория людей занимающиеся этим этим зарабатывать на свою жизнь называемые анекдоты то есть они высмеивают все а есть даже нация которая пользуется смехаществом это не смехотворство то есть самое святое все подвергается смеянию и вот мы сейчас посмотрим по святой библии как нам распорядиться это дар божий или наказание божие напомню если кто не знает масоны сделали опыт посмотреть что будет с народом если там вести вот тот режим который будет при коммунизме коммунизм изме построили это кампучия три с половиной года проводили эксперимент было убито половина населения и когда приехали то советские корреспонденты и направить на кого фотоаппарат у нас есть также боятся он падает как мертвый он знал это расстрел он знаешь что стреляет и мышцы перестает работать на смех это есть фильм такой ядовит когда он в лагере был ребенок вырос в гулаге и ему смешно говорит он расположен и только одна девочка ему что-то рассказал я улыбнулся и стал себя щипать то есть на лице мускулы свете у нас от глаз вот от черта одна идет большая его и здесь это отдельно они работают друг от друга это господь все заранее создавая человека показал чем мы будем пользоваться бывает человек нахмурился глазами играет то есть все можно но главное это вот что у нас здесь вот заметьте когда кто-то говорит здесь из-за чего-то от носа и леса чисто а вот здесь две глубокие морщины при том и у всех бывает больше или меньше так вот слово смех играет очень важную роль и мы сегодня посмотрим стоит ли нам смеяться а если было это не от бога в море так машин бы не было это путем исследования дохожу постепенно постепенно к этому на чем смеяться но вышла молодая она глядя мужа с ребенком пришла сегодня и никто не смеется почему естественная но если ходила бы у нас тут бабка какая-то ей 99 лет а муж ее ходит тоже ему 100 лет и друг говорят она забеременела но кто бы не засмеялся вы же сразу улыбаетесь даже я она говорит не ожидала этого а зато вас говорит как может возрасти лоза во рву когда воды нет все пересохло показывая на женское обыкновенной прекратилось и да и он-то мужчина то ничего нету просмотрим бытие 1717 и пол авраам на лице свое и рассмеялся и сказал сам себе неужели от столетнего будет сын и сара 90-летняя неужели родит то спал а абрам рассмеялся даже но а господь смеялся нигде не написано нигде даже намека нет 18 12 12 по 15 сара внутренне рассмеялась сказав мне ли когда я состарилась иметь и утешение и господин моста и сказал господь аврааму а чего это сама себе рассмеялась сара сказав неужели я действительно могу родить когда я состарилась если что трудное для господа назначенный срок буду я у тебя в следующем году и будет у сары сын санра же не призналась и сказал я не смеялась ибо она испугалась но он сказал нет и нет ты рассмеялась и стали тем уже и оттуда отправились одумаю домой вот мы посмотрели невероятная вещь неслыханная такого не было никогда еще 100 летний 99 невозможно и сама сара рассмеялась и когда сын-то родился она за это время пока была беременна 9 месяцев ходила но все дальше было как обычно и она сына могла бы назвать честь отца кого-то нет она помнила я господу противопротивилась это мы обычно я не говорил вот тебе обречения ты говорила господь говорит она нет не говорил не говорила говорила и она назвала сына смех исааки переводится смех сколько у нас сегодня рать их исааки есть и которые никогда не родились и забеременела беда специально ну там говорят как семья должны ее контролировать то есть убить ребенка и вот мы сейчас по святой библии посмотрим а как же нам определиться с этими мышцами которые настроены на смех пользуются им или не пользуются четвертое царство 23 24 2 такси вторая глава 23 24 стиль и пошел он оттуда вефиль когда он ушел дорогу и малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему иди плешивый иди плешивый он оглянулся видел их и проклял их именем господним и вышли две медведицы из леса растерзали из них 42 ребенка вот возьмите даже ребенок где-то собака укусила сколько разговор там уколы ему надо давать чтобы бешенства не было говорят ребенок он еще несовершеннолетний и он не отвечает за свои поступки родители мы видим нет если написано чте отца и мать и проклят злосовище отца и мать неважно ему 6 лет или 66 а старику там 90 лет одинаково распространяется на всех но плешивый от него что это зависит он ее что брил там или что плешно я трудом различаю где то ли я плешивый то ли лысый даже не не скажешь и они вышли насмехались над ним и что его так за дело тоже непонятно дети они любят это если в классе появился человек с каким-то изъяном и даже учительница хромает они сзади будут идти и передраживать тоже под ногу подавать падать если один глаз они будут прищурить она то есть это свойственно детям нам кажется а на самом деле даже и приучить никогда не смеясь или в классе появился даже инвалид и вот дети они видимо не один раз говорили первый раз видят старика идет какой-то плешивый они никак и ничем не укорили кроме то кроме того что волос на голове нет но то ладно я все удивляюсь и вот еще так уже за дело это проклял их то есть это столь неслыханное дело было и мгновенно по проклятию бог посылает не не он две медведицы медведицы бывает особенно злые когда у них отнимают детей что они там отняли это все может только догадываются но они бросились на детей но разорвала бы ела нет 2 3 ну и сколько детей погибло 42 42 вот один ребенок идет у нас здесь со скамейки свалился все забегали удастся убился еще там не повредился но уже ох им как синяк будет нет 1 3 растерзанно что-то кишки валяются внутренности что жители города думали а кто то вот какой-то только не говори какой пришел это ну волос маленькая они слова пришли вы теперь столетиями боялись сказать учите своих детей никогда не насмехать и они насмехались над ним и все погибли особенно в этом виновные дети а они учатся от нас если увидели человек с каким-то изъяном или что-то не так разъясните по слову божию и сразу смешно выглядит да смешно он лежит на остановке из-под него лужа течет потом стал падает и смеяться плакать надо это живая душа уже живем в аду находится книга иова 821 это редко мы берем из нее книга его не имеет автора и мы не знаем когда она была написана но ее приравнивать примерных бытию потому что не упоминается законе еще ничего нет и вот теперь считаем он еще наполнит смехом уста твоей губы твои радостным восклицанием я это впервые прочитал когда еще библию кажется в руках не держал был который много писал смешного вы знаете у гоголя николая васильевича и на могиле на памятнике вон и на этом написано еще на полный смехом уста мои то есть горя все пройдет и придет вечность и видимо там будет что-то такое веселое взяли написали прям выгравировано на памятнике притчи 14 13 если кто не знает знаете нынче что люди главное качество его что он писал интересные рассказы там по сути мертвые души там ревизор это ему эту фразу и отнесли из притчи 14 13 и при смехе иногда болит сердце и концом радости бывает печаль вот так когда бывает смех а что лучше смерти для рождения день смерти лучше дня рождения как это не связывается поздравляем ребенок родился поздравляем никто не поздравляет умер умер поздравляем мы должны все-таки научиться мыслить категориями священного писания чем поздравлять человек родился в этот мир только благословенная молитва нужна чтобы мать руки не опустила что тебя ждет дитя отнимают часто там называемой виновной юстиции указание дали готов этой семьи живут благополучно и надо ребенка отнять они радуются с ним комиссия пришла и они увидят отец за компьютером все это ребенок играет он не обращает внимание не играть забрали ребенка в другом месте зашли точно так же мать держит на руках удушающая любовь все на воду души там или что я посчитал два с половиной миллиона во французе вот это детей встречается раз или два в год при полиции женщина стоит как они воспитывают что с ним это все считается нормально какой-то конец этому будет или нет 30 глава 17 стих притчи соломона глаз насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери выклюют вороны дольные и сожрут птицы орлиные даже если никто тебя не накажет вороны летают они ждут когда ты будешь лежать и выклюют глаза твои то есть на поле брани как под ржевом в три яруса мертвые лежали атаку за атакой и не могут завоевать и это может быть люди были которые ищели отца и мать вороны выклюют соломон знал о чем говорил эквесиаста 22 о смехе сказал я глупость о веселье что она делает глупость почему потому что правильно смеха нету никто его не знает мы сейчас увидим что в рамбо смеялся ночью невероятно сам я ни на кем не смеюсь а просто над собой вовремя когда был была сила но говорит сын крепости его первый сын то есть он сильный был а уже последний который там на старости какой уж получился и сейчас считаем мы эквесиаста 76 потому что смех глупых тоже что треск тернового хвороста под котлом и это суета сравнение какое трещит дым идет и ничего нету а если не которые не могут слова сказать чтобы не высмеять что-то при том вообще не понимает что происходит матфея 27 29 из плечи венец и стерна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость и становясь перед ним на колени насмехались над ним говоря радуйся царь иудейский наша жизнь вся промелькнет перед всей вселенной на суде божием от рождения до смерти и представьте как эти люди может быть они покаялись кто-то и они насмехались над господом сыном божьим который пришел на землю который умер за грехи людей и они дали в руки тросят и теперь как начальник венец возложили колючий по колючкам били а колючки которые не ломаются а вонзаются в голову и насмехались над ним как это будет выглядеть судный день где-то мы смеялись кого-то представляли смешным а мы-то хорошие мы не такие и и 41 стих подобно и первосвященники с книжниками старейшинами и фарисеями насмехаясь говорили других спасала себя самого не может спасти если он царь израилев пусть теперь сойдет с креста и веру в него да он и пришел для того чтобы отдать себя на страдание на крест и главном начальнике по нашему сказать архиерея никогда не слышал что потерял смеялся ха ха вот как обычный грохочет смехом говорит не слышал но есть такие которые говорят и сами же подсмеиваются да я может не имею полный комплект этих людей но ни одного еще не было который бы не потерял веру он говорит и подхахатывает что в этом заключена это циники ему кажется это смешно а говорит злое и они уходят нас были в общине таки ушли начинали этим потом я предупреждал других не делая этого не послушался и бог отнял все то есть мы должны все-таки присматриваются деяния 213 на чем люди смеются и бояться этого а иные насмехаясь говорили они напили сладкого вина то есть дух святой сошел заговорили на разных языках они над ними смехались то есть над духом святым кто-то покаялся из них не слыхал и не знаю и думает что вряд ли 1732 деяния услышав воскресение мертвых одни насмехались а другие говорили об этом послушаем тебя в другое время мы раздаем евангелие людям говорим о христе где ты будешь когда воскрешишь кто воскресит ну христос воскрес да кто его знать ну говоришь на пасху воистину воскрес говорил так мы все воскресим мы это православное вера воскресения нет в житиях святых описывается был момент когда епископы перестали верить воскресение из мертвых доказательств никаких нельзя давать он не верит и тогда господь сделал юноши одни молодые офицеры так назовем и стали гнать я не решили уйти в пещеру пещеру закрылись камнями что мы будем делать арестовывать и подряд казнят всех подождем что будет и задремали задремали и уснули и проснули через 200 лет через 200 лет вот выспались досыта и они этого не знают камушки отвалили пошли одного послали да ты узнай как дела так он подошел крест на воротах как крест за крест нас сажали пошел дальше мы купить надо что-то он достал монета который взял смотрит монеты 200 лет назад из обращения уже изъяты и он сразу ты где взял как где заработала дали а когда дали в неделю назад он понимать не сходится ну и дальше и дальше и когда их разоблачили все и было покаяние что нам каждый день нужно этих сонливых искать пещеры раскапывать яков 49 надо верить не смеяться над этим там как это воскресенье услышали и стали смеяться над нами смеется когда говорим что ты воскреснешь а какое доказательство что будет суд божий за тут будет очень простое я вас научу как отвечать не я златоуст не златоуст дух святой он готов верить что был справедливый ну конечно верю но это веришь что на земле нет справедливости ну конечно другой работает бьется как рыба об лед ничего нету а другой грабит в один год миллиардером делается по курортам там пятизвездным живет где каждый день меняет гаремы свои так на земле есть справедливость никакой нет а где она должен быть был справедливость значит до смерти нет она будет другом месте и он зато у вас говорит это лучшее доказательство что будет суд божий запомните это еще кому я говорил ни один не воспротивился даже говоря что бога нет быть так мы прочитали бытие третья книга царств якова якова 4 9 сокрушаетесь плачьте и рыдайте смех ваш да обратиться в плач и радость печаль смех обратиться в плач и когда бывает я в рулетке там начинает хохотать пальмород развязывается я ограничил вот сейчас я буду вам библию считать и смех ваш обратиться в плач вы губы зажмете сразу с дроги почему это не мои слова сила слов ну как люди говорят какая-то энергетика от них я когда первый раз стал читать библию для меня буквы как бы исчезли как бы я считаю а я их не понимаю как будто голос с неба мне говорит эти слова которые я считаю меня не надо было уговаривать не через полчаса я уже верил до одного слова библии это бог делает потому что тоска была искал искал но настоящие слова божии где-то есть или нет и вдруг они открылись когда в руки дали библию читайте библию каждый день она от всякого греха избавлять нет мира в семье будет мир поступай как написано сегодня необычная такая тема вот об этом поговорим еще 3 сарс 18 27 полдень или я стал смеяться над ними говорил кричите громким голосом ибо он бог может быть он задумался или занят чем-либо или дороге а может быть и спит так он проснется люди не знали кому верить отступили стали валу колонец илья горит я один остался пророков убили хотя не один а там было сказано сколько тысяч по горам где-то спрятаны и тогда перед народ был собран и совещание было какой бог есть на кто его знает мы молимся в агалу ну еще давайте попробуем и так вот стадо вы изберите жертву вот жертвенник кладите жертву огня не просто не не приносите и кому бог сделает так и будет и кто первый будет но вы делаете их там много жрецов и они кололи себя копьями там ножами кровь лилась по ним начну их было неоднократно что кто-то отвечал сатана видать а кто же больше может быть и я стал над ними насмехать громче кричите он может быть глухой может дороги может уснул смеяться можно чем над идолами это точно знаете святая екатерина об этом говорила кому подчиняетесь бог кроноса вы биографию знаете ну да у него дети были были где теперь они он съел их детей сел ну его поклоняйтесь марса знаете ну бог войны там сколько на его совести она кто такая венера венерические болезни то откуда идут название то не просто так то есть надо знать нигде так много не написано про идолопраздных в греции как житье катерины великомученицы и вот они смеялись так псалом 13 6 вы посмеялись над мыслью нищего что господь упова не его вот на чем они смеются а мы должны сказать так какое враги обложили страну со всех сторон и что делается люди умирают бог мне защитник они еще со мной не сделают в мире нет ни одной пакости которая без воли божьей могла бы насесть на нас будет мор мор это ясно дело какая-то болезнь люди падали умирали чума холера верующие ничего не будет а если допустит у их католиков есть один святой который поехал работать с прокаженными я бег раб его считал имея высшее образование он понял я буду там надо лечить пошел еще медицинский закончил университет попутно своему образованию и в дальнейшем станет лауреатом нобелевской премии и он первым делом сказал почему заболели ну было я разозлился ага значит разозлился на кого-то а в библии написано да так царь оззи оззо ему все покорилось государство разбитые были священники стали служить отдай-ка я кодила не положено тебе ты не священник ты не рукоположен я сказал дай и сразу лицо покрылось проказы и все священники отступили от него это было непростое действие прокаженный должен быть за городом но он царь ему отдельный дом далее и больше не выходил но в городе и бог отнял пророчество от всей страны и исаи ни одного слова не мог сказать 6 глава исаи начинается в год смерти царя озии вил я господа на престоле сидящем высоком превознесенном края рис наполняли храм я не знал причем тут зато златоуз разъясняет бог отнял и умер когда все снято проклятие божие знаете свое дело за священническое не беритесь студия поэтам все сектанты попадают под эту статью они на это не поставлены ни в девятнадцатом не двадцатом веке бог церковь не обосновал 16 18 матфея говорится я создам мы церковь мою одну церковь и он создал и где в день пятидесятницы доме корнилия для язычников дверь половина как крылась деяния апостолов а откуда вы взялись у баптиста первое община в роджерсе образованного 1639 марте лютер 1517 год 15 столетий была церковь была это кто это дети дофана верона и корнея чисто 16 глава мы попутно этом скажем смеяться надо знать над чем смеяться еремея 6 10 любимый мой пророк мы прямо считаем из библии я не перепечатываю ничего на сто процентов у вас пусть будет уверенно что это говорит господь бог с нами кому мне говорить и кого ущевать чтобы слушали вот ухо у них не обрезаны и они не могут слушать вот слово господня у них по смеянии оно неприятное под эту графу попадает большая часть православных я с православным беседой в интернете я привожу места писания счет из библии трясешься как баптист у них нет понятия что это слово божие неизменное земля и небо исчезнут но не исчезнет ни одна йота и кратко ни одна черточка не исчезнет и поэтому когда нам говорят кто-то что библию переписывали многократно ошибки были сделаны ложь ни одна черточка не исчезла ни одна потому что у нас есть оригинал оригинал а где он оригинал этот но не знаете попутно скажу был такой исследователь немецкий константин тишиндорф и он по востоку ездил узнавал где что достать однажды монастыря святой екатерины грел руки сидел перед печкой зима была и говорит у вас нет каких-то списка древних да нет у нас тут еще не было голову повернул видит монах какие-то дрова черные бросать в печь он бросился и выхватил из окня это будет манускрипт самый древний синайский манускрипт советское правительство за 500 тысяч долларов продали его британскому музею 1936 году движимый инстинктом исследователя он бросился и сохранил нам из печки вырвал это а монахи не грамотно какие-то лежат кожи тем более горит хорошо продаю прошла жёг тепло было а потом когда найдут там где-то свитки буду по частям резать и продавать чтобы потом склеить а деньги чтобы не купно брать смеялись над ним над словом божием никогда не смейте даже не знаешь даже говорит баптист говорит любой еретик он говорит с ними шляпу как делался а к ньютон при чтении слова божием всегда снимал головной убор нам оставлены примеры как любил считать лауреат нобелевской премии павлов иван петрович физиолог рассказывает она даже сидит там где-то пертергопе сидит и евангелие считает а рядом матрос подсел не грамоты не знает батя ты что считаешь сынок да евангелие это и темнота вот и есть ответ темнота у кого где из темноты эти слова и выскочили экклесиаста 34 вы знаете слова экклесиаст что означает проповедник так что просите бога чтобы листины и экклесиасты были время плакать и время смеяться время сетовать и время плясать время плакать и время смеяться если бы нельзя было смеяться он не сказал тогда впереди нельзя плакать было бы значит смеяться можно не гоготать а как я сейчас скажу как у нас здесь книги нет. Серахов, 21 глава, 23 стих. Кто записывает, запишите. Глупый в смехе возвышает свой голос, а муж благоразумный едва тихо улыбнется. Едва тихо улыбнется. У вас знакомые есть такие? И говорите об этом, когда смеются. Серахов, 27, 13. Беседа глупых отвратительная, и смех их в забаве и грехом. И все, как правило, там кто-то в семейных положениях. На чем смеются, это главное. Мы считаем. Матфея 9, 24. В Новом Завете тоже смеялись. Не апостолы, над ними. 9, 24. И сказала им, выйдите вон, ибо не умерла девица, но спи. Но и смеялись над ним. Говорится, смеялись. С врагами никогда не будет. Дома еще раз посмотрите. Я взял малую часть только, чтобы было видно, как. Считаем об этом. Иов, 29, 24. Иов был богатый. Самый богатый на востоке. Тысячная стада. И никогда не улыбался. Это мы найдем где. Но бывает, иногда улыбнется. И как написано? Бывало, улыбнусь им, они не верят. И света лица моего они не помрачали. Плохо не говорили. Наня знали его. И бывает, кому-то улыбнется, ног под собой не чует. А мне и Иов улыбнулся. Поэтому помните это. Цените. Никогда разговариваешь, дед, и сразу начинает сам говорить или засмеялся. Не хохочите. Кротко праведник улыбнется. Над этим работать надо. Мышь, ты тебе... Да ну, ты сам посмотри на эти черточки, и ты поймешь, где лучше-то. А то даже в храме бывает, там, ребенок язык показывает. Позаботьтесь, чтобы этого не было. Он маленький. Отвечайте за него вы. В храме это делать нельзя. Он разговаривается, язык показывает, другим спущает. Он не понимает еще этого. Это храм. Экклесиас 3.4 Мы знаем, строгие пророки были, кому Бог открывал пророчество будущее. Сейчас посмотрим, как они обращались с этими морщинами. Только что читали. 3.4 Только что читали. Нету? Прочитали, прочитали. А, считали. Ну, ладно. Даниила 14.7 Даниил, улыбнувшись, сказал, не обманывайтесь, царь, ибо он внутри глина, а снаружи медь, и никогда не ел, не пил. 19 стих. Даниил, когда сказали, чтобы проверить, что наши идолы настоящие, а там им капище. И вот даем, а царь в это верит. Два быка зажаренных, вино поставит, утром приходит, ничего нет. Видишь, как он ест, а ты говоришь, нет. А Даниил знал это, взял пепло и насыпал на пол. И когда зашли, он только смотрит, пища-то съедена. Ну, Даниил, съедена. Он говорит, подожди, царь, не заходи. Ты видишь следы? Отпечатки. Ну, босиком ходили. И дети. Только откуда? Арестовать всех жрецов. Они там под полом сделали, под полом. И было открывалось. Они заходили, ели, уходили, закрывали за собой. И, видимо, застилали половичками, как у нас. И кончилось с чем. Все до одного были арестованы и уничтожены. 19 стих. Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь, и сказал, посмотри на пол и заметь, чьи это следы. Он смеялся над ними. Я хочу сказать, что есть один человек в неканонической книге. Книга Тавита. Он один только делал то, что все люди отступили. А мне, говорит, бабка Девора еще говорила, храм не оставляй, ходи. И он ходил, говорит, я всегда. И приносил не десятину, а три десятины. Один восемь. Одну десятину, как Бог поверил отдавать священству. Другую я менял, раздавал нищим. И третье на устройство храма. Три десятины. И теперь он смотрел, кого-то убивали, трупы бросали. А он ночью вставал и хоронил. И когда увидел опять труп, пошел, соседи стали смеяться над ним. И говорит, вот, бегал уже. И теперь опять на то же идет. И насмехались над ним. Никогда не слушайте и не принимайте близко к сердцу, когда над вашей жизнью святой и праведной кто-то насмехается. Ты скажи, и вас смеется человек там, на суде. И смех на земле обратится в плащ. Будьте очень внимательны. Тема такая, которая почти не касается. И дома посмотри за собой. Что время сумрачное где-то нельзя сказать. Нам не заповедано так быть. Должны быть такие, они с тем не разговаривают, что ты борода, чтобы была в квашеной капусте. Да нет, конечно. Ты можешь, даже пускай не расчесанное, но ты можешь и говорить, что интересно. Я неоднократно гуляю с собакой, опытом поделюсь. И вижу, как они по-разному ведут. И падают, и пытаются с себя насекомых убрать. Смешно голубям дам. А ворвей подойдет и утащит. Я смотрю и смеюсь, мы. Вот это мы. Но не смеюсь, мы. То есть в мире есть много интересного. В природе нужно научиться это видеть. Мы увидели, что опасно смеяться над Библией. Смеяться над Словом Божиим. Смеяться над детьми Божиими. Это опасно. Тем более, когда говорится проповедь. Если говорится проповедь, а вы толком не знаете, а это говорит какой-то там кто-то. Ну, мало ли, ходят там свидетели, уголы. Ты не спеши. Иначе можешь очень серьезно пострадать. Не высмеивай. Ты посмотри, возьми добрая ревность. Как они ревнуют об этом. Дома не сидят, идут. Неправильное учение они его несут. Они раздают, жертвуют какие деньги. Издают брошюрки красивые. И на одном на 200 языков. И везде у них работают люди. А у нас как отошел отсюда, и нету. Человек не ходит. А почему они ходят, не знаем. У них все на учете. Если один раз вы их приветили, они дорогу вам никогда уже не забудут. А без отца была мать призвала. Так он муж взял ружье, вышел с ними. Перестреляем всех. Но они бежали, больше не пришли. Только так можно отбиться. Итак, правильно пользоваться нужно и морщинами своими, и языком. И как на могиле, я говорю, стоит памятник у Гоголя, вас смеется. Будет время все улыбнуться, когда будут в раю. А как родители увидят дети, отсылают сабад. Там будут существования, как во Христе Иисусе. И мать с гневом воззрит на них. Было время. Не приняли Христа. По делам поступайте. А что будет дальше, мы не знаем. Богу нашему слава. Спаси Христов.